МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Север. В студии Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Выборы 2021. Три дня голосования. 55 избирательных участков в Ненецком округе. В нашем эфире расскажем о ходе думских выборов. Стройка идет. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный проинспектировал ход работы по возведению детского сада в Нельвином-Носе. Не только отдохнуть, но и приобрести новые знания. Молодежь Ненецкого округа продолжает участвовать в форумной кампании за пределами округа. Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. В России стартовало трехдневное голосование. С самого утра люди приходят на избирательные участки, чтобы исполнить свой гражданский долг. Думским выборам предшествовала серьезная подготовка. Василий Хатанзейский продолжит тему. Время 8 часов утра, а на избирательном участке уже первые Наринмарцы, которые решили проявить свою гражданскую позицию. Члены избирательной комиссии проделали большую работу по подготовке участков к выборам. Сейчас мы настраиваем КАИБы именно на нас участок, чтобы они распознавали информацию именно с нашего участка. На избирательных участках выставили ширмы для конфиденциальности голосования, установили камеры для наблюдения за порядком дистанционно. Особое внимание уделили тестированию комплексов обработки избирательных бюллетеней. Также работа КАИБов на всех 15 участках будет сопровождаться операторами. У нас специально операторы обучались работать на КАИБ. Два члена комиссии обучались, и они за этим процессом будут у нас все три дня ответственны. Голосование будет проходить на протяжении трех дней. В первый день работа всех участков началась в штатном режиме и без происшествий. У нас своевременно открыты все избирательные участки, все 55 избирательных участков на территории Ненинского автономного округа. В списке избирателей у нас включены 35 983 избирателей. Это с учетом проголосовавших досрочно на нефтяных промыслах. Голосование идет без происшествий, по плану. Избиратели подходят, вы видите. Поэтому участковая комиссия работает, наблюдатели тоже присутствуют во всех помещениях для голосования. Процедура голосования для горожан проходит в несколько этапов. На входе установлен пункт, где мы меряем температуру, обрабатываем руки, и выдаем необходимые сизы, это перчатки и маску. Выдаем одноразовые ручки, чтобы избиратель мог воспользоваться. На протяжении трех дней на каждом избирательном участке процедуру голосования контролируют не только члены избирательной комиссии, но и наблюдатели от различных партий и кандидатов. По состоянию на 15 часов 17 сентября явка по Ненинскому округу составила почти 14%. Проголосовали 4987 избирателей. Надо ходить, надо влиять. Каким способом? Это каждый решает сам. Ибо чем больше людей будет приходить на выборы, тем реальнее будут результаты наших выборов. Среди избирателей помимо старшего поколения есть и молодежь с активной жизненной позицией. Это важно ли вообще на сегодняшний день голосовать на выборы? Да, конечно, выборы это очень важно. Выбирай сейчас, выбирай свое будущее. Напомню, голосование проходит в три дня с 17, 18 и 19 сентября с 8 утра до 8 вечера. Каждый житель региона может отдать свой голос за любого из кандидатов, выразить свою гражданскую позицию на одном из 55 избирательных участков, к которому прикреплен северянин. Более подробную информацию о избирательных участках и правилах голосования можно узнать на официальном сайте окружной избирательной комиссии или на портале госуслуги. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Одними из первых в свой гражданский долг на думских выборах исполнили первые лица региона. Губернатор Юрий Бездудный и председатель регионального собрания депутатов Александр Лутовинов. Отметим, что спикер окружного собрания сейчас находится в рабочей поездке по населенным пунктам региона. Он проголосовал в селе Нижняя Пеша. Глава региона Юрий Бездудный отдал свой голос за кандидатов в депутаты Государственной Думы одним из первых. Избирательный участок, на котором реализовал свое гражданское право губернатор Ненецкого округа, располагался в культурном центре Арктика. Присчитаю. Семь с семь. Спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов на выборах депутатов Государственной Думы голосует вдали от дома, но на территории Ненецкого округа. На этот раз его избирательный участок находился в селе Нижняя Пеша. По телефону он рассказал, как проходит голосование в населенных пунктах региона. Я считаю, что использование права голоса дает возможность участвовать в процессе управления государством и непосредственно влиять на формирование органов власти каждому гражданину. Поэтому возможность выбора нужно использовать с полным чувством ответственности, а это значит внести свой личный вклад в определение пути, по которому будут развиваться и наш округ, и наше государство в целом. Выборы – это возможность иметь наших представителей в Государственной Думе Российской Федерации. Это очень важно. Председатель окружного собрания отметил, что избранный депутат должен будет в полной мере отстаивать интересы северян в Государственной Думе, исполнять их наказы. Кроме того, Александр Лутовинов рассказал, как проходит голосование, насколько активны избиратели. Я сегодня был с утра на избирательном участке в селе Ума, и вот там до половины десятого проголосовало свыше 45 человек. В нижней пёше люди идут. Не надо забывать, что выборы продлятся три дня, поэтому здесь понимание есть, кто-то работает, кто-то собирается вместе с детьми и идти в воскресенье. Но здесь, я думаю, так, что понимание у жителей в целом присутствует, и я надеюсь, что они максимально используют свои права на выборы. Строго требовательно и ответственно. Так он охарактеризовал организацию выборного процесса на селе. Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием, а сами выборы проходят с соблюдением мер безопасности, в том числе и эпидемиологической. Ольга Русул, Алексей Орлов, Телеканал «Север». С начала года в Нянинском округе зарегистрировано семь несчастных случаев на воде. Еще двоих утонувших жители региона до сих пор ищут. В прошлом году за аналогичный период времени на воде в Нянинском округе погибли шесть человек. В этом уже семеро. За первую половину сентября у нас произошли два очень таких серьезных случая, при которых погибло четыре человека. Первый случай произошел 8 сентября. Это на реке Азева при переправе на вездеходе. Вездеход утонул. Люди попытались выбраться из вездехода. Течение большое. Их унесло. И через два дня их нашли. Люди погибли. Еще один несчастный случай на водном объекте произошел 12 сентября в районе деревни Тошвиска. Значит, во время рыбалки, в темное время суток, лодка затонула. Людей до сих пор еще не нашли. Производятся поиски. Чтобы не попасть в печальную статистику, необходимо соблюдать правила безопасности на водных объектах. И главное из них использовать спасательный жилет на протяжении всего времени нахождения на водоеме. Это касается и детей, и взрослых. Люди не соблюдают правила плавания. Значит, не используют спасательные жилеты. Управляют маломерным судном в темное время суток без навигационного оборудования. Также не рассчитывают погодные условия. Ветер, волна. Где-то лодка может захлестнуть в темноте, и она идет ко дну. Ежедневно сотрудники государственной инспекции маломерных судов патрулируют акваторию в регионе. Нарушителей штрафуют. И, как показывает практика, более ответственные судоводители – жители города. В деревнях с соблюдением правил безопасности на воде относятся попустительски. И теперь к другим темам. По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 17 сентября в Ненецком округе лечения от COVID-19 получают 144 человека. Один человек скончался. Это уже 40-й летальный исход от коронавируса в регионе. Выздоровели с начала пандемии 1982 человека. За прошедшие сутки – 12. В регионе зарегистрировано 40 летальных исходов от коронавируса. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 144 человека. Из них стационарное лечение получают 41 человек, амбулаторное – 103. С начала пандемии проведено свыше 42 тысяч ПЦР-исследований на выявление инфекции. На учете в управлении Роспотребнадзора состоит 949 человек, близко контактировавших с заболевшими. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. Стройка идет. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный проинспектировал ход работ по возведению детского сада в Нельменом Носе. Столицу Малоземельского сельсовета глава региона посетил накануне. Далее все подробности. Тяжелая техника в Нельменом Носе до недавнего времени была редкостью. Однако в сентябре этого года в национальном поселке началась масштабная стройка. Возводят в едва ли не самый важный для столицы Малоземельского сельсовета социальный объект – школу-сад на 215 детей. Согласно строительному паспорту, это будет двухэтажное здание общей площадью свыше 6000 квадратных метров. Двухэтажное, яркое, красивое. Да, яркое, красивое двухэтажное здание, которое представляет собой металл-каркас из панели. Цены? Да, цены из панели. Толщина панели. Толщина панели, если не изменяю память, порядка 200. Ну, с учетом клиента. Сегодня идет разработка котлована и забивка сваль будущего здания. Добавлен щебень, песок, цемент и строительная техника. Все работы подрядчик должен завершить до конца сентября 2023 года. До этого времени школьники и воспитанники детского сада будут уйти в трех отдельных зданиях. Я надеюсь, что в сентябре 2023 года школьники и малыши детского сада уже пойдут в новое здание. Это будет, ну, это, я не знаю, как передать словами, потому что, разговаривая с людьми, понимая, что уже многие просто в это не верят. Вот, есть старшее поколение, у которых уже правнуки в школу пошли, вот, а им еще в детстве обещали, чтобы от школы они будут в ней учиться. Вот, и сегодня вот этот объект строится, и факт то, что мы это видим собственными глазами. Помимо инспектирования стройки, делегация представителей власти проверили физкультурно-оздоровительный комплекс, баню и сельскую амбулаторию. В амбулатории есть все необходимые препараты, лекарственные препараты, есть техника, которая позволяет осуществлять консультации по телемедицине. Есть в достаточном количестве вакцина и от гриппа, и от коронавируса. Это очень важный вопрос, связанный со строительством Дома культуры. Тот участок, который первоначально был выбран, люди, жители просто не одобрили. И мы посмотрели в центре тот самый участок, на котором ранее был Дом культуры. И жители хотели бы, чтобы новый Дом культуры был именно там. Поэтому посмотрели этот участок, будем отрабатывать проект для того, чтобы этот Дом культуры оказался в самом центре поселка. Посмотрели жилье для оленеводов. Два дома для жителей Тундры заселят до конца этого года. Как отметил глава региона, дома хорошего качества, а главное – теплые. В перспективе подобные строения можно рассматривать и для сельских специалистов. Сергей Коняков, Алексей Орлов, Телеканал Север. За 2020 год 308 многодетных семей получили льготу по транспортному налогу на сумму 873 тысячи рублей. Льгота на транспортный налог предоставляется многодетным семьям, проживающим на территории Ненецкого округа. От уплаты налога освобождается один из родителей и усыновителей за одно зарегистрированное транспортное средство, например, легковой автомобиль или снегоход. То есть все граждане, состоящие в браке, либо воспитывающие в одиночку трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, которые либо проживают совместно с родителями или усыновителями, либо обучаются по очной форме в вузах или среднепрофессиональных учебных заведениях, либо проходят обязательную военную службу, имеют право на ее получение. Налоговая льгота предоставляется в отношении каждого вида транспортного средства. То есть если в семье несколько автомобилей, то предоставляется льгота только в отношении одного легкового автомобиля, в отношении каждого, допустим, моторной лодки, мотосаней и других видов транспортных средств, также водного транспорта. Льгота предоставляется на основании заявления. Нужно предоставить документ, подтверждающий статус многодетной семьи и копию прав на вождение соответствующих транспортных средств. Подать заявление можно в налоговую инспекцию отделения МФЦ или через личный кабинет налогоплательщика физического лица на сайте Федеральной налоговой службы России, адрес которого вы видите на своем экране. Добро в письмах и рисунках. Накануне состоялось торжественное награждение победителя окружного конкурса литературного и изобразительного творчества «Добрые истории». Работы девяти участников были признаны лучшими и будут включены в сборник «Добрых историй». Мы хотим, чтобы добро все-таки у вас оставалось и следило. Поэтому давайте мы начнем. Конкурс объединил добрых людей всех возрастов, от малышей до взрослых жителей округа. Он проходил в два этапа – литературный и художественный. Конкурс литературного и изобразительного творчества «Добрые истории». Он у нас был приурочен к году добрых дел в Ниндском автономном округе. Из множества работ девять были признаны лучшими. Истории будут собраны в сборник «Добрых историй». Сейчас в данный момент создается электронный сборник всех этих историй. И в ближайшее время он будет опубликован на наших интернет-ресурсах. В сегодняшней непростой реальности особенно важно делать добрые дела. Говорить о них. Раиса Рочева вспоминает, как в детстве ее приучили делать добрые дела, будучи в рядах пионеров и октябрят. Это уже было впитано вот с нашей той идеологией. И удивительно, что это вот все возрождается, хотя оказалось, это все потеряно. И потеряно навсегда. Свою добрую историю Раиса посвятила акции, приуроченной ко дню памяти блокады Ленинграда. Это было в памяти дня блокады, когда мы раздавали вот этот хлебушек. Это была как какая-то пауза в жизни. Участники конкурса в своих историях рассказывали о добрых поступках, волонтерах, о целых командах, добровольцев, о любви к своему краю, о детях войны. Не только отдохнуть, но и приобрести новые знания. Молодежь Ненецкого округа пользуется такой возможностью уже не первый год. Активисты и те, кто просто хочет узнать чуть больше о сфере деятельности, которая их интересует, могут принять участие в форумной кампании за пределами округа, получить массу новой информации, познакомиться с новыми людьми и просто хорошо провести время. Тему продолжит Елизавета Кабанова. Шанс оказаться в кругу таких же активных людей, чтобы поделиться опытом и узнать много полезной информации у молодежи Ненецкого округа есть благодаря участию в федеральных молодежных проектах. Таврида, Евразия Глобал, а также множество других форумных площадок где можно не только повеселиться, но и получить багаж ценных знаний. Сотрудники телеканала «Север» ежегодно участвуют в молодежных форумах. Форумы – это всегда про людей, и особенно этот, когда ты можешь пообщаться с людьми с разных стран, разных национальностей и разных культур. Также превосходно выстроена образовательная программа. Ты можешь прокачать свои скиллы и просто что-то новое узнать на площадках образовательных. Также прекрасно выстроена культурная программа, то есть там нет ни минуты покоя, ни минуты сидения на месте. Всегда какой-то движ, какие-то активности. Медиа, экология, музыка, технологии – это далеко не все сферы, которые могут быть представлены на форумах. Человеку просто нужно выбрать ту, которая ему по душе. И вот, собрав чемодан, при этом не потеряв стремление к саморазвитию, молодежь может окунуться в этот захватывающий процесс. А на некоторых форумах можно даже получить грант на реализацию собственного проекта. Для молодежи, в принципе, очень хорошая есть возможность на молодежном форуме именно защитить свой проект и получить грантовую поддержку на реализацию своего авторского проекта. Там все достаточно просто. Просто нужно заполнить заявку, защитить проект сам и дождаться результатов. Там уже как жюри выберут, либо ты победил и выиграл деньги, либо же все-таки проиграл и просто получил достаточно хороший опыт. Попасть на форум очень просто. Тут на помощь приходит сайт АИС Молодежь, адрес которого вы видите на своем экране. Здесь необходимо зарегистрироваться и подать заявку на понравившуюся форумную площадку. Участие в форумах могут принять граждане России от 18 до 35 лет. Но все зависит от самого форума. Бывают и исключения. Всестороннюю поддержку молодежи Ненецкого округа может оказать региональный центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи. Региональный центр молодежной политики покупает билеты. За наш счет делает специфер тестирование для участия в форумах. Мы отправляем ребят, соответственно, также возвращаем их. Всего лишь нужно подать заявку, пройти отбор. И мы покупаем билеты и отправляем вас на форум. Основная форумная кампания идет с мая по сентябрь. Но это не значит, что в остальные месяцы не проходят никаких мероприятий. Актуальную информацию всегда можно найти на АИС «Молодежь». Чем не хороший повод выехать за пределы округа на пару дней, при этом не только отдохнуть, но и поучиться. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». И на этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.